Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге Царства. И мы будем читать 15 главу этой книги. 18-й год царствования Иеравама, сына Наватого, Авия, воцарился над иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мааха, дочь Авесолома. То, что встречается имя Авесолома, это не просто уточнение. Это как бы показан характер этой матери, что она вела неправильный образ жизни. Потому что о женщинах очень редко сообщается, чья дочь. А если сообщается, то с каким-то смыслом. Авесолом — это отрицательный персонаж. Он, то есть Авия, ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него. И сердце его не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восстановив по нём сына и утвердив Иерусалим. Свет здесь имеется в виду добрый потомок, который как бы продолжает его деяние. То есть, когда свет жизни отца угасает, уже другой человек занимает его место, его сын. «Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитаянина». То есть, ради Давида и его заслуг, его потомки пользовались особыми Божьими благословениями. Но всякий раз вот это уточнение, что Давид во всём как бы следовал Господу, кроме поступка с Хурией Хитаянином, когда он совместил грех прелюбодеяния с грехом убийства. Взял чужую жену, Версавию, и погубил её мужа. «И война была между Рваамом и Ирваамом во все дни жизни их, прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в летописи царей иудейских, и была война между Авией и Ирваамом». То есть, вот эти дома, они продолжали воевать один дом с другим. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствование Ирваама, царя израильского, воцарился Аса над иудеями». Здесь всегда как бы сравнивается тут два царства, царство израильское, царство иудейское. И параллельно тут цари возникают, умирают, тут цари возникают, умирают. В 20-й год царствования Ирваама, царя израильского, воцарился Аса над иудеями, то есть в Иерусалиме. «И 41 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Анна, дочь Ависалома». Опять это имя. «Аса делал угодное пред дочами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли». Вот если в предыдущей главе о блуднике говорится в мужском роде и в единственном числе, что появился блудник, то есть появился извращенец, то в одни асы царя уже там было немало блудников, которых развратил этот садамид. И Асе пришлось их как-то вот прогонять из своего царства. Он изгнал блудников, в оригинале тоже это слово стоит во множественном числе, в отличие от 14 главы. «И отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан астарты и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока кедрона». Ну, в оригинале говорится, что она сделала страшилище, какое-то ужасное изображение, и это страшилище должно было отгонять как бы от нее духов. Но вот Аса все это уничтожил и отлучает свою мать от царского правления. Мы знаем, что матерей почитали, и когда Соломон был правителем, то его мать сидела справа от него и ставили специально трон. А тут Аса отвергает мать, которую он увидел, что она идолопоклонница. «Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды». Вот здесь мы видим, как по мере того, как религиозные и нравственные нравы людей справляются, и достаток их начинает тоже возрастать. Посмотрим, какие есть комментарии. Ироним Стридонский пишет, Так доходим до Асы, царя Иудейского, о котором написано, «Аса делал угодное предачами Господа, как Давид, отец его». И после пространного отчета о его многочисленных благодеяниях в заключении сказано, «Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его». И вот здесь говорится и о праведности его, «Ибо сердце его было совершенным пред Богом», но и о заблуждении в том, что не уничтожил высоты, что сделали, как мы читаем далее, из Икия и Иосия. Важенный Ироним, затрагивает здесь важный вопрос, что когда человек является правителем, то ему бывает иногда очень трудно свой религиозный идеал, скажем так, сделать доминирующим во всех отношениях. Потому что были люди, двоеверцы, которых он видел в храме, и он знал, что они ходят на высоты. И, может быть, из-за такта приличия он как бы закрывал глаза на эти высоты, но это неправильное его решение. Хотя вот в сердце он был предан Господу, и многое, что он сделал, он подражал Давиду, своему благочестивому предку, и благословение от Бога имел благодаря Давиду. Но вот было нечто неправильное. И далее мы читаем. «И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды». Это мы прочитали. «И война была между Ассею и Вассею, царем израильским, во все дни их». А вот если бы высоты он, предположим, уничтожил бы, может быть, и войны не было бы. «И вышел Васса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к кассе царю иудейскому». Помните, как Ирваам делал по преданию такие пограничные посты, чтобы людей останавливать, которые хотели пойти в храм Иерусалимский, помолиться. «А этот строит целый город-крепость, чтобы люди не уходили к Ассе царю иудейскому». «И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венодату, сыну Тавримона, сына Хезионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске». Дамаск, о котором мы часто слышим по телевизору, в новостях, это один из самых, не самых, может быть, но один из древнейших городов, который сохраняется до сих пор. «И сказал царю Сирии, то есть и тогда, значит, Дамаск был столицей Сирии, союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим, вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Васой, царем израильским, чтобы он отошел от меня». То есть Васа, царь израильский, охотно участвовал в войне против Асы, имея в виду, что правитель Сирии его тоже поддерживает. Аса здесь перекупает как бы правители Сирии. «И послушался винодад царя Асы и послал военачальников своих против городов израильских и поразил Айн и Дан и Авель, Беф, Мааху и весь Киннеров по всей земле Нефалима. Услышав о сём, Васа перестал строить раму и возвратился в Фирцу». Вот здесь войска сирийцев, они выполняли роль интервентов, которых нанял правитель Иудеи против израильтян. Это очень печально, когда люди одной крови, в общем-то, одной веры, они нанимают друг против друга каких-то третьих лиц. «Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни, дерева, которые Васса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу». Кстати, иногда названия городов встречаются в Писании раньше того, как говорится о построении этих городов. Это означает только то, что таким образом подсказывается местность, в которой происходили какие-то события, и не более того. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. Давайте посмотрим, какой комментарий по поводу больных ног нам предлагается в Писании. Здесь толкование Иоанна Златоуста. Всегда очень интересно понять, почему в Писании какие-то уточнения. Ну, болен человек ногами, ну, кажется, человек чем-то болен, а вот зачем им об этом говорить? Златоуст пишет. «А что же, скажешь, неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности, ибо чревоугодие, пьянство и безделье также порождают болезни. Но только одно следует всегда соблюдать, чтобы всякий удар переносить с благодарностью. Бывают болезни из-за грехи, как мы видим в книгах царств, что некто страдал болезнью ног. И именно по этой причине бывают болезни и ради прославления, как Бог говорит Иову, «Неужели ты думаешь, что я поступил с тобою иначе, нежели дабы ты явился праведен». Вот Златоуст здесь поднимает интересный вопрос о том, что болезни бывают из-за неправильного образа жизни, который ведет тот или иной человек, а бывают за его грехи. И вот в случае с Асой, который, в общем-то, старался быть Божьим человеком и по-своему был в сердце очень предан Господу, но вот он не смог как бы до конца очистить землю, вот эти высоты сохранялись, и за это он болел ногами. Ну, кто-то спросит, а почему ногами? Ну, может быть, потому, что оберегал идолов, которые ног не имеют, стоят, чтобы их передвинуть, их надо носить, и сам оказался на положении такого истукана, когда он не мог ходить. Ранее мы с вами выяснили, что пророк был слепым за то, что неправильно воспитал своего ученика. «И почил Аса с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Исафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иерваамов, а это уже об Израиле, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года, и делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот вел Израиля в грех». То есть общий отец как бы Израиля — это именно Иерваам. И сделал против него заговор Васа, сын Ахии, о котором мы уже читали, который строил Раму из дома из Сахарова и убил его Васа при Гававоне в Филистимском, когда Навад и все израилетяне осаждали Гававон. И умертвил его Васа в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Здесь, конечно, важно не перепутать, о каком царе идет речь, поэтому я буду всегда подсказывать, где говорится об израильском царе, это об израильском царе, где говорится об иудейском царе, это об иудейском царе. Когда он воцарился, то есть в израильском царстве, то избил весь дом Иерваамов, не оставил ни души у Иерваама, доколе не истребил его, по слову Господа, который он изрек через раба своего, Ахию, силамлянина, того самого Ахию, который ослеп за то, что плохо воспитал Иерваама, но который и возвел Иерваама на престол. А потом предсказал, что весь род Иерваама будет уничтожен. За грехи Иерваама произошло такое тотальное уничтожение его потомков, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля. За оскорбления, которым он прогнивал Господа Бога Израилю. То есть человек отвечает не только за грехи, которые он делает сам, но проблема заключается в том, что если мы говорим «Мои грехи — это мое частное дело», вот так не получается. Грех одного человека, он неизбежно заражает других людей или переносит на них проклятие этого греха, если они, например, его там дети, ближайшие родственники или правитель находится в состоянии греха, как царь Иван Грозный все время спорил, что если ему не разрешат жениться очередной раз, то он впадет в блуд, а если он, не дай Бог, впадет в блуд, то погибнет все царство московское. А прочие дела на Вата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских, то есть в книге Паралепименон, и война была между Ассой и Вассой, царем израильским, во все дни их. В третий год Ассы, царя Иудейского, воцарился в Ассо, сына Хии, над всеми израильтянами, фирцы, и царствовал 24 года, и делал неугодные перед очами господнями, и ходил путем Иерваама и во грехах его, которыми тот вел в грех Израиля. Вот, касалось бы, всех потомков Иерваам уже истребили, а грех-то живет, который вот сотворил Иерваам, вот это альтернативное, как бы, святилище, как бы, альтернативная церковь, альтернативное духовенство, альтернативное место поклонения, там, идолы всякие, и уже нет его, уже потомство его уничтожено, а грехи его еще продолжают существовать. В следующий раз мы будем читать с вами 16 главу, если будем живы, Господь позволит, я так немножко с нетерпением, мы приближаемся к описаниям деятельности пророка Божия Ильи, и вот, что интересно, деятельность пророков, она была как раз в нечестивом царстве в Израильском, где и неканонический храм был, и неканоническое духовенство было, и неканонические места поклонения, но именно там было больше пророков, чем нежели в Иудее, где и храм в Иерусалиме, и левиты, большей частью там находились и колено Иудина, может быть, таким образом Господь как бы уравновешивал, у этих есть храм, служение в Иудее, а в Израиле пусть хотя бы будут пророки, которые будут обличать нечестие, заблуждения, в том числе и дома Ирвамова. Но это, если будем живы, Господь позволит. Ирвамова. Ирвамова. Продолжение следует...